Привет! Настало время самых любопытных новостей студенческого мира. О том, чем живет университет и о тех, кто нас окружает, тебе расскажем я, Аделя Шамилова и мои коллеги. Итак, начинаем! Все, о чем вы хотели знать, но стеснялись спросить, раскрыты секреты финансовой грамотности. Прекрасная всегда рядом студентка КФУ вошла в топ-15 красавиц мира. Ах, это непредсказуемая спортивная жизнь, ах, Барс и Рубин сразились в настольный теннис. Что общего у Международного валютного фонда и Казанского федерального, узнаем далее. В Институте международных отношений истории и востоковедения для студентов Казанского университета с лекции выступил глава постоянного представительства Международного валютного фонда в Российской Федерации Габриэль Дибелла. Он отметил, что нефть – это истощаемые ресурсы, и нужно уже сейчас думать о том, как правильно его использовать. Ведь прогнозы, которые ждут России, неутешительны. По словам Габриэля Дибелла, к 2050 году в России могут закончиться запасы нефти. В Саудовской Аравии к 2070 году, а Венесуэле они продержатся вплоть до 2200 года. Он рассказал студентам о странах с развитой экономикой и наглядно на графиках показал страны с большой производительностью нефти за последние 100 лет. Интервью с Габриэлем Дибелла совсем скоро можно будет увидеть на нашем телеканале в программе «Смотрите, кто пришел». Анна Глузнова, Роман Самарин, Универ Ньюс. В раннем возрасте дети начинают понимать, что деньги нужны для того, чтобы что-то купить. Но реальную природу денег они зачастую недопонимают. И как деньги попадают к родителям в карманы – тоже. Так, 7 ноября стартовала пилотная версия подготовки финграмотности преподавателей казанских школ. Смотрим. Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Так, 7 ноября в Институте управления экономикой и финансов стартовал проект, содействуя повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации. Всего в пилотной версии приняли участие 25 педагогов обществознания различных казанских школ, которые уже в будущем научат школьников правильно распоряжаться деньгами. Примерно одна треть в прошлом предмета обществознания сейчас будет посвящена именно вопросу разумного обращения с личными финансами, умению выстроить свою жизнь в обществе таким образом, чтобы быть финансово независимым и иметь всегда подушку безопасности финансовую, чтобы не брать необоснованные кредиты, чтобы соизмерять свои запросы со своей зарплатой и так далее. Финграмотность для школьников рассчитана на блок знаний в разрезе предметов общества знаний и специализированных предметов права и экономика. Этот проект уникальный в чем? То, что мы даем знания вам, делим всем опытом, всем знания вами, вы делитесь с нашими детишками, а дети, соответственно, дальше передают опыт родителям. И вот этот практикованный подход, соответственно, позволит нам охватить большое количество населения. Отличные расходы детей растут пропорциональному возрасту. Часто слышатся жалобы старшего поколения. Дети не умеют сопоставлять свои возможности и траты. Состоятельные родители порой готовы утворять любой каприз детей. Но не знающий ни в чем отказа ребенок может вырезать безответственного транжиру. Поэтому программа «Финграмотность» дает возможность выработать у детей это столь нужное качество. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюз». Гимнастки Казанской Поворской Академии Спорта и Туризма поедут на Кубок России. 15-ти лучшим командам со всей страны предстоит разыграть Кубок России в конце ноября в Москве. В обновленном парке «Черное озеро» открылась детская площадка. Деревянный холм, стоявший с сентября, превратился в горку с канатными сетками. Институт непрерывного образования КФУ приглашает на тренинг, посвященный имиджу и созданию личного бренда, который начнет свою работу 19 ноября. Задача тренинга — повысить эффективность слушателей в бизнесе. При Казанском федеральном университете начала свою работу школа молодого инноватора. Школа, ставшая одним из межвузовских проектов подготовки к программе «Умник», будет работать на базе управления инновационного развития КФУ. В Казани после ремонта открывается Кировский ЗАГС. Молодожены могут расписаться уже с первых дней декабря. Красота не только спасает мир, но и помогает девушкам добиваться своих амбициозных целей. Этот факт еще раз доказывает одна из красавиц Казанского университета, которая уже вошла в топ-15 красивейших девушек мира. На что еще способен женский талант, узнаешь в нашем следующем сюжете. Фотографии этой белокурой красавицы уже не первый год широко обсуждаются в соцсетях. Многие задаются вопросом, кто же эта девушка. Знакомьтесь, Алиса Маненок, студентка Казанского федерального университета. Несмотря на то, что она активно занимается волейболом, Алиса нашла время и для модельного бизнеса. Первые результаты не заставили себя ждать. Студентка КФУ представила Россию на престижном международном конкурсе красоты Miss International 2016. Финал состоялся в столице Японии. За корону боролись 70 участниц. Красавица из Казанского университета уверенно вошла в топ-15 самых красивых девушек мира. Ну, конечно, как и всегда, это грандиозный опыт в моей жизни. Колоссальный, такого еще никогда не было. Впечатления исключительно положительные. Как бы тяжело не было на конкурсе, но все равно, приезжая уже сюда, возвращаясь в Россию, остается лишь только какие-то позитивные моменты в голове, и ничего плохого даже на ум и не приходит. Поддерживать статус одной из красивейших девушек страны и мира не так просто, как кажется. Несмотря на все трудности, каждая красавица должна быть умелой, сдержанной и женственной в любых ситуациях. Даже если модель остается без сна и отдыха, а жизнь за кулисами заслуживает отдельного внимания. Конечно, ходят стереотипы про то, что девушки там и стекло подсыпают друг другу в туфли, и платье режут, и еще что-то. Никогда за весь мой опыт не было ничего подобного. На самом деле это все очень глупо, потому что даже вот я себя представляю, ну куда там идти, резать чье-то платье, за своим бы уследить еще для начала. Ну и на самом деле это все очень глупо, потому что у всех все есть запасной, и в принципе из таких ситуаций выкручиваются, и ни на что это не влияет. Всех наград Алиса Маненок не счесть. В копилке достижений Алисы такие престижные титулы, как первая вице-миста Торстан, топ-модель мира 2015. Кроме того, несколько месяцев назад Маненок стала самой красивой волейболисткой России. Но останавливаться на достигнутом красавице, конечно же, не собирается. Я поняла, что останавливаться на этом нельзя. Топ-15 это, наверное, большой шаг. Это один из самых престижных конкурсов, конечно же. После этого нельзя просто сидеть на месте ровно и ничего не делать, просто позабыв об определенном этапе жизни. Да, это этап жизни, но это также и большой толчок к каким-то новым свершениям. Конечно, я буду стараться идти дальше по этим же стопам, развиваться в этом же направлении. Принято считать, что за двумя зайцами не погонишься, но Маненок разбивает известный стереотип, совмещая две сложнейшие деятельности – спорт и карьера модели. Это еще раз наглядно доказывает, что красота – это не только внешность, но и безупречный талант. Если ты хочешь быть душой компании или просто хочешь, чтобы над твоими шутками смеялись, то это твой шанс. В Казани открывается школа КВН. Подробнее – далее. Уже в девятнадцатый раз столицы Татарстана собирают у себя самых амбициозных КВНщиков игровой планеты. Хотя практика в КВН – дело важное, теорию знать нужно всем. Не зря почти два десятка лет в Казань съезжаются ребята для участия в единственной официальной школе Международного союза КВН, одобренной самим Масляковым. Инициаторами и авторами этой идеи создать вообще школу КВН являются наши татарстанские организаторы КВН. Они придумали это, Александр Васильевич Масляков поддержал. И, соответственно, с успехом проходит. И в год, наверное, выпускается порядка 150 человек, которые проходят эту школу. Здесь каждый может научиться создавать юмор, писать сценарий, готовить визитку, домашние музыкальные конкурсы. И главное – лично пообщаться с редакторами высшей лиги КВН. Наставниками в школе вот уже много лет являются ведущие редакторов высшей лиги, как Михаил Марфин или чемпион высшей лиги Айдар Гараев. Школу должен посетить каждый человек, который вообще мечтает стать чемпионом высшей лиги, или хотя бы поиграть в высшей лиги, или вообще просто поиграть в КВН. Ему будет намного проще, когда он узнает самые истинные, самые первые начинания вообще в КВН. Участником школы может стать каждый желающий с 18 по 21 ноября. Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. У болельщиков хоккейного клуба Акбарс и футбольного клуба Рубин появилась уникальная возможность не просто поддержать любимых игроков матча по настольному теннису, но и сразиться с кумирами задним столом. Кто же оказался лучшим, узнаешь в следующем сюжете. Нет, это не футбол и даже не хоккей. Но именно за игроков футбольного клуба Рубин и хоккейного клуба Акбарс пришли поболеть все эти люди. И, казалось бы, в чем могут состязаться двое игроков совершенно разных спортивных команд? 3 ноября в Казани прошел едва ли не самый необычный матч по пинг-понгу. Такое мероприятие спортивное, нового формата для нашего города. До этого подобного, я думаю, никогда не устраивалось. И мы решили его провести за звание самого спортивного клуба Казани. То есть бросить вызов, чтобы болельщики наконец-таки воочию видели, какой клуб в Казани самый спортивный в 2016 году – Рубин или Акбарс. Перед главным состязанием у любого желающего была возможность сразиться между собой. Также во время турнира болельщики сыграли со спортсменами за одним теннисным столом. Тут хоккеисты и футболисты дали слабину и уступили победу своим соперникам. Любимых игроков пришли поддержать болельщики спортивных команд. Какой же спортивный клуб номер один в Казани узнаем чуть позже. По одну сторону теннисного стола – болельщики за Дмитрия Обухова, представителя хоккейного клуба Акбарс. А по другую – яростно болели за Рубин, чью команду представлял Серхио Санчес. И хотя борьба между поклонниками спортивных клубов была не менее жаркая, был определен победитель теннисного матча. Им стал Дмитрий Обухов из хоккейного клуба Акбарс. Тем самым завоевал титул самый спортивный клуб Казани – 2016. Везение, удача или же футболистам все-таки привычнее играть ногами, и поэтому Серхио Санчесу пришлось уступить победу сопернику. Шутки шутками, а болельщики и сами игроки просто хорошо провели время и зарядились яркими эмоциями. Все здорово, все прошло хорошо, народу вон сколько собралось, все понравилось. Мы рады будем еще прийти. После гала-матча состоялся благотворительный аукцион, где разыгрывались теннисные ракетки и футболки с автографами спортивных кумиров. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд в твою пользу. На этом наш выпуск подошел к концу. Но ты не унывай, ведь мир не мыслим без новостей. А значит мы встретимся уже совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»